В состав призывной комиссии критерии отбора не изменились. Кроме результатов медосмотра, на заседании рассматриваются семейная жизнь, образование, жилищные условия, наличие военно-учетной специальности и судимости призывника. Все это влияет на окончательное решение комиссии. Сместились сроки весенней кампании. Набор в этот раз проходит с 16 мая по 15 июля. Комиссия работает в два потока с соблюдением всех мер безопасности. На комиссию вызывается не более 15-20 человек. Комиссия проходит в штатном режиме маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Военный комиссарят обрабатывается. Это делается все согласно плану. Происходит обработка и кабинетов врачей, и самого здания военных комиссарят. В этом году набирают 60 человек, шесть из которых уже отправились на места службы. Призывники распределяются по западному и центральному военным округам. После прохождения стандартных этапов новобранцам в обязательном порядке делают тест на COVID-19. По прибытии в казармы их ожидает 14-дневный карантин. Тестирование проходит у нас здесь, в городе призывников. Тестирование проходит на областном сборном пункте призывников. Тогда и по прибытии в часть, естественно, карантин две недели. Как новоиспеченные солдаты принимают присягу, родственники увидеть не смогут. Чтобы не подорвать здоровье армии, родителей и друзей призывников, воинские части не пустят. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.